В эфире программа День города в студии Ирина Ковалева. Здравствуйте! О главных новостях этой среды вам расскажут мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город». Смотрите сегодня в выпуске. Авиадартс-2018. В Рязани стартовал всероссийский этап конкурса по воздушной выучке летных экипажей. В нашем городе планируют отменить три троллейбусных маршрута. Как к этому отнеслись рязанцы? Оформить земельные участки и дома все еще можно по упрощенной схеме. Дачную амнистию продлили на два года. В Рязани стартовал всероссийский этап конкурса по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2018». 60 команд будут соревноваться в летном искусстве. Примечательно, что в «Авиадарте» принимают участие летчики до 30 лет. По словам организаторов, помимо состязательной части, здесь важное место занимает обучение и обмен опытом. Подробнее расскажет Мария Рудая. Этим летом Рязань вновь стала летной столицей России. «Авиадартс» у нас уже проводили в 2016 году. На этот раз здесь пройдут сразу два этапа. Всероссийский, который уже стартовал, и международный. Он пройдет в августе. Помимо лучших отечественных летчиков, показать свое мастерство приедут представители Казахстана, Белоруссии и Китая. Прежде чем выбрать место проведения конкурса, специалисты провели анализ метеоусловий. В нашем регионе погодные условия оказались наиболее устойчивыми, что позволит выполнить все виды полетных заданий. Среди которых разведка и боевое применение по воздушным и наземным целям. Примечательно, что возраст участников не превышает 30 лет. Помимо состязательной части, в «Авиадартсе» важное место занимает обучение и обмен опытом. «Авиадарс» является формой боеподготовки. Это участие в конкурсе, это мобилизует человека, и они достигают высоких результатов. При подготовке, поучаствовать, пройти эти трудности, испытания, это определенные испытания, человек волнуется, выходя в полет, это дух соревновательности. Они достигают высоких результатов, в том числе показывают качество выполнения специальных задач. Кроме боевых навыков, конкурсантам предстоит сдать баскетбольный тест на точность и координацию, утянуться на перекладине и проплыть 100 метров вольным стилем на скорость. Полученные баллы пойдут в зачет конкурса. Значит, у нас элементы, которые оцениваются, это физическая подготовка, это наземный вид, по полетам у нас визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, навигация и боевое применение в зависимости от рода авиации. Истребительная авиация также выполняет полеты на воздушные бои и по наземным целям, бомбардировочная, штурмовая выполняет полеты по наземным целям, бомбометание, стрельбу неуправляемыми ракетами и пушкой. И военно-транспортная авиация, сброс груза. В прошлом году на авиадарте, который проходил в Китае, наши летчики заняли первое место. В этом году от российских конкурсантов ждут не менее достойный результат. Каждое выступление судьи оценивают строго, но справедливо. Помимо судейской комиссии есть фиксация результатов боевого применения с беспилотного летательного аппарата и развернута система видеофиксации, которая с четырех сторон фиксирует попадание по мишени. Если снаряд попал в цель, то участник получает максимальное количество баллов, а это от 100 до 350. Нам помимо самых результатов очень важны вопросы безопасности полетов. Их нельзя нарушать. И мы будем очень серьезно за этим следить. В полет выходит только подготовленный летчик. Если он не имеет основания или не подготовлен, он туда не летит. Сейчас проводится серьезная работа по именно определению готовности. Основная часть соревнований пройдет на полигоне Дубровича. Более 60 летных экипажей будут бороться за звание лучшего. Организаторы приготовили участникам сюрпризы, которые пока не хотят раскрывать. Можно сказать только одно. Умные мишени и новейшая техника станут отличительной чертой. Авиадарца 2018. Будут представлены самые новые образцы авиационной техники. Самолеты типа Су-35, Су-30. Если раньше мы их представляли в линейке авиамикса, то теперь это непосредственные участники, за которыми закрепились лидирующие позиции. Состязания летчиков пройдут сразу по нескольким номинациям. Штурмовая авиация, истребительная авиация, бомбардировочная авиация, армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах Ми-8, Ми-24 и К-52, дальняя авиация и военно-транспортная авиация. Победитель всероссийского этапа будет представлять честь родной страны на международном этапе. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». На комитете по бюджету и налогам Гордумы начальник городского управления транспорта Сергей Кулик сообщил о том, что в Рязани отменят три троллейбусных маршрута – 6-й, 2-й и 15-й. Однако горожане выступили против этого и даже создали петицию. С ее автором встретилась наша съемочная группа. Троллейбус, возможно, транспорт не самый быстрый, зато экологичный, вместительный и безопасный. Кроме того, им пользуются многие льготные категории граждан – пенсионеры, школьники и студенты. Однако все чаще в последнее время заговаривают о нерентабельности этого вида транспорта. А на днях и вовсе заявили, что три маршрута, а именно 2-й, 6-й и 15-й в скором времени перестанут существовать. Активист Михаил Шибанков решил не оставаться в стороне от этой проблемы и создал петицию. Мне не безразлична судьба города, потому что отмена таких достаточно важных маршрутов бьет по, в первую очередь, льготникам, студентам, школьникам. Потому что в основном муниципальный транспорт перевозит именно эту категорию граждан. И, получается, страдают незащищенные слои нашего населения, города. Сам Михаил старается пользоваться именно общественным транспортом, так как поездки в маршрутных такси считает небезопасными. И таких, как он, утверждает молодой человек, немало. Кроме того, вопрос целесообразности отмены именно этих маршрутов он изучил досконально и считает, что это приведет к большим неудобствам. Если говорить о втором троллейбусе и шестом, они действительно перевозят людей достаточно много в течение дня. Особенно в утренние часы очень тяжело выехать из октябрьского городка. Где, собственно, находится конечная второго троллейбуса. На маршрутке люди просто не вмещаются в маршрутки. Они забиваются до такой степени. А сейчас, в особенности в летний период, жарко, душно. Людям хочется пространства. Троллейбус выручает очень хорошо. Однако не об удобстве горожан думают власти города, а о сокращении расходов. Кстати, с этой целью троллейбусы по данным маршрутам пускали без кондукторов. Однако это не спасло ситуацию. Посмотрим, сможет ли ее изменить петиция. За сутки ее подписали более 500 человек. По словам Михаила, она затрагивает не только отмену конкретных маршрутов троллейбусов, но и в целом транспортную проблему в регионе. Молодой человек надеется, что аппетицию узнают и примут соответствующие меры глава администрации города Сергей Карабасов и глава региона Николай Любимов. Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». На рязанских автодорогах началась операция «Пешеход». Сотрудники госавтоинспекции провели рейды по улицам города, выявили пешеходов-нарушителей и провели с ними разъяснительную работу. Операция «Пешеход» прошла на улицах Ленина, Первомайска и Дзержинского. Буквально сразу сотрудники ГИБДД выявили нарушителя. Женщина перебегала дорогу в неположенном месте. Это произошло на улице Первомайская. Такие ситуации на дорогах Рязани возникают сплошь и рядом. Отсюда напрашивается вывод, что не все пешеходы помнят о том, что они являются полноправными участниками дорожного движения и обязаны соблюдать правила. Напомню, что ответственность пешеходам за переход в проезжую часть, не установленном для этого места, штраф составляет 500 рублей, либо предупреждение. Кроме выписки штрафа, инспектор ГИБДД беседует с каждым нарушителем. Рассказывает, правила существуют для всех, и перейти проезжую часть на красный сигнал светофора для пешехода равнозначно проезду на красный свет для водителя. Важно отметить, что всех пешеходов должно пугать не возможные штрафы, а именно наступление возможных последствий. То есть пешеход в ДТП, именно в ДТП, когда случаются наезды пешехода, рискуют в первую очередь своей жизнью и здоровьем. Если водителя защищает еще каркас автомобиля, то пешеходы не защищают ничего. Во время операции пешеход-водители также находятся под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД. Ведь справедливости ради стоит отметить, что автолюбители не всегда пропускают пеших участников дорожного движения на переходе. Тем не менее, перебегающие в неположенном месте люди часто сами становятся причиной ДТП. Переходя проезжую часть, не установленную для этого места, мы создаем тем самым пример, отрицательный для подрастающего поколения, например. Да, сотрудники госавтоинспекции на постоянной основе проводят совершеннолетнюю работу, направленную именно на соблюдение правил дорожного движения. Мы рассказываем о том, какие последствия могут наступить. А ребенок, смотря на то, как взрослые переходят дорогу и их не сбивает машина, делает, соответственно, собственные выводы. И в следующий раз, когда ему уже нужно, он совершает аналогичные действия. С участием пешеходов за прошедший период текущего года произошло 124 ДТП, при этом погибли 14 человек и ранено 115. Операция «Пешеход» должна научить вести себя дисциплинированно всех участников дорожного движения. Также хотелось бы напомнить, что в настоящее время при движении пешеходов в темное время суток или в условиях недостаточной видимости в населенных пунктах пешеходам рекомендуется использовать световозвращающие элементы, а в ненаселенных пунктах пешеходы обязаны использовать световозвращающие элементы. Конечно, главная причина всех бед на дороге – это невнимательность, но без взаимоуважения ни пешеходам, ни водителям не обойтись. Олеся Котровская, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Охотники за чужим добром. Мошенники с каждым годом доставляют сотрудникам полиции все больше хлопот. О том, как эволюционировали методы злоумышленников, узнаете из следующего сюжета. Чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса. Эти стройки Федора Тютчева в наши дни актуальны как никогда. Всегда найдутся люди, желающие нажиться за чужой счет. Мошенники стали более избирательны. В практике оперативных работников появилось даже разделение таких правонарушений на несколько видов – социальные, мобильные и интернет-мошенничества. Часто, заказывая товары через интернет, мы оставляем слишком много личной информации, в том числе код и номер карты. Это и помогает мошенникам. Еще один вид бесконтактного мошенничества осуществляется с помощью СМС-сообщений, зараженных вирусом. Многие, даже грамотные люди, попадаются на такие уловки. В сообщении могут написать все, что угодно – сообщить о выигрыше крупной суммы денег или об участии в акции. На такой обман попался и Рязанец. На телефоне с платформой Windows у него СМС не открылось, но любопытство взяло верх над разумом. Он перенес СМС-ку на телефон с андроидом, где открыл, телефон завис, он не понял, что произошло. Как бы думал, телефон завлючил, не стал дальше разбираться. Благо, он на утро пошел буквально в магазин перед работой и обнаружил, что у него 8 тысяч списали. Он оперативно звонит по дежурному телефону, горячей линии, Сбербанк у него был, и он блокировал счет. А еще злоумышленники часто играют на чувствах пожилых родителей. Звонки среди ночи с сообщением о том, что ребенок попал в аварию или совершил преступление, и требованием денег стали уже неактуальны, но все же еще встречаются. А некоторые мошенники действуют по старинке. Этот вид называется контактные или социальные мошенничества. Здесь преступники ходят по квартирам и представляются работниками горгаза, социальной службы, почты. В общем, на что фантазии хватит. У нас основной контингент, который подпадает, имеется в виду потерпевший, это лиц пожилого возраста, как говорится, советского типа, потому что они привыкли, как говорится, дом хранить в банке, под матрасом, где-либо еще, денег и средств, которые сберегают. Потому что сколько раз выезжали на данные происшествия, практически в 99% денег и средств хранятся в одних и тех же местах. Но люди, бывает, сами подсказывают. Мошенники расчетливы и надеются на несознательность граждан. Но предупрежден, значит вооружен. Сотрудники полиции уверяют, если план злоумышленников воплотился в жизнь, не стоит отчаиваться. Нужно сразу обратиться в полицию, там подскажут, что делать. А еще важно быть внимательными. Если к вам в дом пришли сотрудники одной из городских служб, необходимо попросить документы и посмотреть, на какой машине они приехали. Можно даже записать номер. А еще лучше, прежде чем открывать дверь, позвонить в службу и узнать, направлялись ли их сотрудники по данному адресу. Мария Рудаев, Станислав Кудряшов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Садоводы, не успевшие узаконить свою загородную недвижимость до наступления весны, могут вздохнуть с облегчением. Дачную амнистию Госдума продлила еще на два года. В течение этого времени земельные участки и дома можно будет оформить по упрощенной схеме. По закону, любая постройка и земельный участок должны быть зарегистрированы. Не только для того, чтобы налоги с дачников собирать, а в первую очередь для подтверждения прав собственности. Без нее, думаю, участок не продать, не завещать и не подарить. Что касается земельных участков, ну, 92-й год, земельная реформа всем жителям сельской местности, владельцам, пользователям земельных участков, были предоставлены лесодоводство, родничество, дачное хозяйство, были выданы свидетельствами на право собственного земли. Была массовая выдача этих свидетельств. Зачастую вид права либо не указан, либо было по жизни наследственным владениям, либо пользование, либо где-то собственность. Поэтому независимо от того, что указано в этих свидетельствах, имеют право зарегистрировать свое право собственности на этот земельный участок. Многие россияне имеют дома, дачи, садовые участки, на которые невозможно получить право собственности в обычном порядке из-за отсутствия необходимых документов. Дачная амнистия позволила оформить в собственность такое имущество. Теперь бегать и собирать какие-то дополнительные справки нет необходимости. В настоящее время никаких изменений в регистрации прав на земельный участок нет. Однако алгоритм оформления жилых строений, предоставленных для садоводства и дачного хозяйства, несколько изменился. Сейчас проводится постановка на кадастровый учет на основании технического плана, который готовится на основании декларации, которая подготавливает сам правообладатель этого строения. Вначале ставится на кадастровый учет в соответствии с техническим планом такой объект недвижимости, а затем происходит регистрация прав на основании того, что он стоит на кадастровом учете и прав на земельный участок. Что касается индивидуальных жилых домов на земельном участке для ведения личного подсобного хозяйства, то здесь изменились требования к подготовке технического плана. Теперь технический план подготавливается на основании разрешения на строительство индивидуального жилого дома, проектной документации. Если отсутствует проектная документация, то точно так же, как и по жилым строениям на земельных участках для садоводства и дачного хозяйства, вместо проектной документации прикладывается, докладывается, документом является одним из документов, декларация на этот объект недвижимости. Так называемая дачная амнистия продлена до 1 марта 2020 года. За это время можно оформить в собственность дома, садовые участки и дачи. Ведь если этого не сделать, их нельзя будет не только завещать и передарить, незарегистрированную дачу, к примеру, могут снести как незаконную постройку, если такое решение примет суд. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанский спортсмен Александр Сарайкин стал чемпионом Европы по самбо. Соревнования прошли в столице Греции. На этом чемпионате выступили спортсмены из 26 стран мира. Российская сборная была представлена сильнейшими самбистами страны, среди которых оказался и Александр Сарайкин, мастер спорта из Рязанской области. Честование победителя прошли в Дюшор, родной край спорт. В солнечной Греции Александр Сарайкин, мастер спорта России международного класса по самбо, вышел на ковер 19 мая. Во второй день соревнования весовой категории до 74 килограмм. В своей группе спортсмен уверенно выиграл у представителей Армении и Франции. В полуфинале встретился со спортсменом из Белоруссии Степаном Поповым и одолел его болевым приемом канарейка. Финальная встреча Александра Сарайкина состоялась с грузинским самбистом. Он победил его со счетом 2-0 и стал чемпионом Европы по самбо 2018 года. «Самое сложное – это себя перебороть. Подготовку я прошел достаточно серьезную. То есть я был готов к этим соревнованиям. Волнение давалось я знать. Выходил уже на ковер, справился с ним. Делал то, что могу. Чувствование чемпиона состояло в стенах с дюшор «Родной край спорт». Тренеры и учителя Александра Сарайкина поздравили его с победой. Совмещать учебу и спорт – это всегда сложно. Но, возможно, и ты этому яркий пример. Мне от души хотелось бы пожелать тебе еще много спортивных успехов. Ну и чемпионат не впереди. Поздравить именитого спортсмена собралось немало мальчишек и девчонок, которые тоже со временем могут стать чемпионами в том или ином виде спорта. Самыми теплыми словами к Александру обратился Дмитрий Яковенко. Он тренировал спортсмена в юношеском возрасте. Памятные фотографии с чемпионом, неформальная беседа о том, как добиваться поставленных целей, а еще обсуждение того, где спортсмен будет соревноваться в будущем. Сейчас самый главный старт уже прошел. Сейчас в конце года у нас будет Кубок России, уже туда будем подготавливаться. Мы желаем чемпиону Европы 2018 Александру Сарайкину новых побед. О них мы обязательно расскажем вам в эфире. Олеся Котровская, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Такое увидели эту среду мои коллеги. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Природа. Ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 525354. Коттеджный поселок Дубровка. Продолжение следует... Продолжение следует...